Привет, друзья! У нас начинаются тут праздники. Целых 4 дня мы бездельничаем и отдыхаем. Я вам еще обещал показать, какую у нас тут красоту сделали рядом с отелем. Если помните, здесь все перерывали. И получилась вот такая композиция. Очень красиво. Я жду Катюху, потому что она забыла в номере телефон. И едем. Это достаточно далеко. То есть нам опять из Пукета надо выруливать через мост Сарасин. Мы, в принципе, уже готовы. Я предварительно загрузил весь байк шмотками. Потому что мы с собой берем еще вечерние вещи. Когда возвращаешься, уже холодно. В одной футболочке и шортах. Ну, такое себе. И дополнительно взяли еще с собой две бутылки воды. Я вам сейчас покажу. Потому что у Катюхи есть страх. Ну, такая неприязнь, когда она в песке. Налили просто воду из-под крана. Две бутылки-полтора. И потом ей многие тела... Есть что сполоснул после купания. Ну, и я вам забыл погодку показать. Очень и очень жарко. И будто бы ни одной тучки. Такая и есть легкая дымка. Ой, сколько же сейчас. По ощущениям я уже понимаю. Где-то 32-33. Катюх, ну ты понимаешь, что тебе придется немножко оператором побыть. Позаписывать. Красивые кадры. Байк настолько под завязку, что ваша кнопка очень плохо работает. Вот, еще колонку решили с собой. Да, прям туда, конечно, на внутрь кидаем. Но все равно до вечера не нужен. Мне так нравится. Вот сейчас на парковке стоял, тут что-то болтал. Мимо проходят взрослые. Прям дядя. Не знаю, лет 60-65. Дядь, иностранец такой хай. Типа хавайю. Русскому человеку непривычно, что незнакомый может поздороваться, да? Типа спросить, как дела. Потому что у нас все злые. В странах часто это очень принято. Допустим, в Москве хотите со всеми в метро здороваться, тебе скажут, ты что, дядь? Теть, что-нибудь да? Ебанутенький, да. Да. Но иностранцы часто это нормально. Смотрите, Катюха, как истинный турист. Сейчас будет загорать в купальнике. А вот эта штучка у тебя, тут веревочка, это как раз я. Я один раз тебе завязал очень сильно, и он крест. Да, очень сильно ты потянул, да, и мне там нитки порвались. Надо бы обрезать. Но в купальне так и не купили. Слушай, ну дело не в том, что жалко. Да, понятно, мы не нашли. Хрень какая-то. На самом деле везде какая-то хрень. Везде трусы вот такие просто, вот как шорты идут. Ну нету бразильянок вот этих, да. К сожалению. Слушай, а давай этот тоже уберем. А то загар, мне кажется, будет хреновый. Так я же всегда вот так делаю, вот так еду. Да давай уберем. Как-нибудь впихнем. Заехали в сын. Надо было купить салфет. Смотри, какая детяка, Дрюжбанов купила. Ну и традиционно при выезде с пухи мы заправляемся. У меня одно деление осталось. На двух заправках, это 16 литров, я проехал почти 700. Катюшка, давай дверь кушаем сюда. Ну что, Катюшка. Должна? Да. Мне хочется что-нибудь холодненького. Воду надоело пить. Ты что-то выбрала? Мороженое надо. Кукла? Тут еще шейки делают, если что. Шейки? Ну да. Может, watermelan, банана и манго. Это вкусно, да? Или pineapple с бананом, например. Ну, короче, может, какой-нибудь не мешает. Главное у нее, чтобы мозг не взорвался. У нее, кстати, мозг не взорвался. Единственная стоимость такого коктейля – 80 бар. Или 90? 80. Так, смотри, если посчитать, манго – 50, банан – 90. Ну, 90 получается. И 132 должно быть. А нам за 80. По чипману. Ну, как? Необычно. Ну, нравится ее, честно только скажи. Это считает тебя обед. Потому что тут очень калорийные фрукты. А самое прикольное, мы когда к ней подошли, мне кажется, она такая, пару секунд думала, какую ей цену назвать. Слушай, банан чувствуется и послевкусие манго. Ма. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот это, конечно, приколюха, ребят. Сегодня военное учение где-то там, как раз, где находится пляж. И завтра все будет работать, сегодня нет. Нас просто не пустили. Мы проехали буквально тут 300 метров, и примерно на такой же пляж попадем. Так что не расстраиваемся. Да, ведь котюх? Все же нормально. Все, что там плавает, это не мусор? Нет, это все от фруктов и растений. А он что, еще холодненький? Не особо теплый. Ну, конечно, за время пока ехали. Так, ну что, давай расчехляться, забирать все и купаться. Катюха спать хочет? Я встала рано. Бегла. Прикорнуло, да, солнышко так это напекает и спать хочется. Водопроводную воду тогда здесь оставляю. Ну что, пойдем смотреть? Смотри, цветочки, цветочки. Ну, люди есть, да? Я что-то наступил. Вот, немножечко. А так, все то же самое. Можно было и не платить. Ты права. Это у нас питьевая вода, если что, имею в виду. Сразу купонемся? Все, ты спать? Ага. Ну, давай, ладно, я пошел купаться. Я сказала, а-а. У тебя такие следы, конечно. Надо позагорать. У тебя вот отшорт будто бы. Слушай, надо тебе фотку сделать. Волны посильнее, такие красивые. Вообще. Вода-то холодная немножко, да? А-а-а, подожди. А-а-а! Нет! А-а-а! Да, на такую не подпишу. А-а-а! О! Да, было неожиданно немного. Мне надо плавки завязать, иначе с какой-нибудь волны они к тебе приплывут. Иди ко мне. Пока вы не успокоились, я и мы. Да-да-да. Я уже не пойду. Да давай, здесь стоим, стоим, не переживай. Я сочу с тобой, давай, облокай сейчас на меня. Не переживай. О-о-о, хорош. Не, я, пожалуй, ближе к берегу. Ну, там накрывают посильнее, мне это нравится. Ой, большая идет. Фу, я думал, конечно, одни здесь будем. Все, пошли туда, иди поглубь. Вот, потихоньку, иди сюда. А ты, ну, ты же стоять будешь, да? А ты нет? Да, уже нет. Ты уже не стоишь? Ну, ты меня наверх поднял, конечно, я не стою. Ну-ка. Вот, стою. Это волна больше не. Мне главное, чтобы я могла не прыгать, когда волна. Классно, мы попрыгали по волнам. Я вам хочу еще заснять, как это выглядит со стороны. Блин, хотел побольше вам поснимать в воде кадров, но у меня села батарейка, и неохота была к байку идти. Красивенько, очень. Это просто природный АСМР. Ну, и природа мне здесь нравится. Вообще ничем не отличается от места, где мы были. И не нужно платить. Мы еще немножко позагорали полчасика. Катюха, кажется, даже уснула. Вот. Ну, у нее там на спине есть полоска. Она все старается ее убрать. Но я думаю, до того, как мы приедем в Москву, все получится. Ты даже уснула, или мне кажется? Ну, у тебя такое сонное, да? Сравно настроение. Сравно. Да, волны бьют, убаюкивают вообще просто за пять минут. Самое главное, воду не везти, которая у нас там на байке стоит. Надо ее доиспользовать, поэтому я буду максимально... У меня с нами будет, чтобы ты ему помог, зайти в кустике и водой этой воспользоваться. Да прямо на дороге встанешь? В кустике. Окей. У меня песок везде. А, окей. Сделаем. Вот. Ну, и 360 вам сделаю всего этого пляжа. Давай! Ну, все равно посвежее же. Да. Ну, я надеюсь, они сейчас хоть немножечко подсохнут, я их смогу чуть-чуть прочесать и в косичку заплести, потому что на байке все не путаются. У нас с собой все. И расческа. У нас практически дом на колесах. Да. Все тащим. Песка много. Давай я тебе протру, где вижу. На фоне вам покажу. Вот военные автомобили едут как раз в сторону вот этого национального парка. Я думаю, он гонит. Ну, вот. Два грузовика полных туда поехали. Ну, наверное, чем-то занимаются полезным. Так, ладно, в целом мы готовы. Надо только придумать еще, куда бутылки деть. У нас, по идее, должно быть больше места. А что-то как-то, как будто его меньше стало. Ну, не очень-то ровно все сложили. И неохота. Там вообще просто провода, все на свете. Вот. Не буду сейчас этим заниматься. Да, следующие планы у нас. Это поесть, да, что-нибудь найти. Будем разбираться. Либо куда-нибудь в тайскую. Ну, скорее всего. А тут точно ничего нет такого крутого. Ну, надо найти более-менее какую-нибудь тайскую забегаловку. Да, возьмем там рис, не знаю, с креветками, с курицей, что-то такое. Я, может быть, взял бы этот рис в ананасе. Ну, да, так тоже можно. По поводу еды мы в итоге забили. Потому что проезжали там всякие кафешки. Это было сосиски в кляре. Ну, какая-то фигня. В общем, не понравилось. В итоге мы сейчас просто сгоняем в ТЦ. Традиционно наш любимый уже рейстик. Фуджи. И там вкусненько поедим. Мамки кеды купим. А сейчас стоим возле чекпоинта на Пукет. Вот сюда машины заезжают. А вот с той стороны выезжают с Пукета. И, что удивительно, даже полиция вот стоит. Сколько мы раз проезжали, не было ее. А сегодня у них прям рейд какой-то. У меня было желание проехать дальше по вот этому парку. Потому что я видел, там дорога идет. Но из-за того, что учение, сами понимаете. Ну, ничего. Все равно красота. Но волна, как мы попрыгали. Хотел еще добавить, что я очень рад. Почему сразу не догадался купить безрукавку. У меня прошел уже водительский загар. Не знаю, видно или нет, как соль просто накопилась. Ну, я не знаю. Если не видно, то и хрен с ним. Да, причесон у меня вообще, конечно, просто. Мы достаточно быстро добрались в ТЦ. Канал я 80-90. Что-то и на светофорах особо не стоял. Почему же ты не стоял? Почему же я не стоял? Там был красный. Там не было никого. Ладно. И все. Мы сейчас будем лопать еду. Как обычно. Как обычно. Что? Как обычно жрать. Друзья, ну я сейчас в состоянии чилы и расслабона. Сходили в массажку. Нашу любимую пимпо. Сейчас вам еще раз покажу вывеску. Если будете наровая, сходите. Ну, здесь достаточно прикольно. И как эта женщина левая. Блин, она так классно делает вообще. Короче, здесь все темненькие. Прям темные-темные волосы. А она обычно себе крабиком закалывает волосы. Они у нее такие рыжеватые. Короче, она отличается. Она делает лучше всех. Но мне больше сколько нравится. И мне. Я вот на нее ни разу не попадал. Очень-очень круто. И сейчас подскажи мне вот эту тему с Луной. Короче, ребят, вчера прочитал новость. То, что под Луной три планеты. Блин, ну я вам сейчас не покажу. Ни хрена не видно. Короче, так получилось. Мы увидели. Светит Луна. И под ней еще две такие яркие точки. Не похожи они на звезды. В итоге Катюха открыла приложение, которое показывает положение звезд, планеты, т.д. и т.п. И что там в итоге под Луной было? Короче, под Луной идет Юпитер. Потом идет Венера. И сразу туда ближе к горизонту Нептун. Но Нептун мы не видим, потому что здесь как бы, ну, построите здание. Но Юпитер и Венеру мы видели. Они такие яркие оранжевые точечки. Да, да. Я один раз, ты помнишь, тебе еще говорю, смотри, Марс. Ты такая прикалываешься, говоришь, нет. В итоге качаешь приложение, а это правда Марс. Я просто... Что я хотела сказать? Интересно то, что они все друг по другам. Прям вот ровно под линейку они идут. И это здесь так. А в других городах, вот Красноярск, и, по-моему, кто-то написал, что в Москве так было. А там просто они как треугольник идут. То есть они немножечко в другом положили. Нет, здесь именно вот в полоску. Представьте, Луна, планета. И снизу прям вот хоп. Очень прикольный эффект. Никогда такого не видел. Что-то в новостях писали, что такое бывает очень редко. Не буду сейчас врать нам раз в сколько лет. Но я вот увидел прикольно. Но, к сожалению, мы ничего с тобой заснять не можем. Ни на айфон нормально. Ну почему, смотрите. Ну, блин, там фотка реально как на Нокио. Ребят, я даже себе в Телеграм-канал выложила пост. Вот моя фотография, да, как на Нокио. Получается, Луна и вот эти две точечки. Но вживую, конечно, видно лучше. А вот скриншот с этого приложения. Сейчас я приближу. Вот она, Луна. Сразу ниже идет Юпитер, Венера и Нептун, которые мы не видели. Но мы вот эту только часть, по сути, видели. Вот так вот. Луна, Юпитер и Венера. Но они достаточно ярко выглядели. То есть прям надо слепышом больше не увидеть. Дело в том, что звезд не видно было вообще остальных. То есть только Луна, Венера и Юпитер. Все, остальных звезд вообще нет. Да, да, да. Ничего. Что делаем дальше? Заезжаем в магазинку с тобой. Возьмем попить что-нибудь вкусненькое. Вот это я не показывал. Короче, мы зашли в магазин, который называется Брэд Толк. И что тут набрали? Вот такой хлебушек с изюмом. С изюмом? А, ну изюм и коричневый сахар. Тростниковый, да. Тростниковый. И четыре сосиски в тесте. Они достаточно вкусные, я уже пробовала. Я не пробовала. Так смешно получилось. Катя спрашивает, сколько брать? Я говорю, ну возьми штуки четыре. В итоге она мне берет четыре сосиски в тесте и себе еще. Одну. Я себе взяла одну. Я думала, ничего себе, Андрей, обжора. Четыре сосиски попросил. Я кладу пятую, говорю, но мне только одну. А он, оказывается, на двоих. А я начинаю заливаться. Ты думаешь, я настолько люблю сосиски в тесте, куда мне? Ну, типа, пять булок я точно не осилю за вечер. Я только удивилась, думаю, нифига себе. Я одну себе беру. А где четыре захотела? А ты на двоих каталась. Так, ну что, мы, наверное, будем заканчивать, потому что дальше у нас, что, поездка в Севен и все, мы будем с тобой фильм какой-то смотреть. Да. Ну, давай, накрывай камеру тогда и заканчивай все это безобразие. Пока, ребят.